Дамы и господа, добро пожаловать в старинный город Биггс. Мы смотрим на викторианский дом, вот такой лестничкой, вот такой красивый дом. Старинный, какого года? 800? 830 или 50? Ну короче, больше 200, не, наверное, меньше 200 лет, но ближе к тому. Вот такой домик на улице такого села города Биггс. Села города. Он был заброшен, 20 лет стоял, купила его инвесторша, первый раз. Пытались его делать, 4 года, не могли сделать. Ну вот, что мы сделали, сейчас мы увидим. Первым признаком вот, что они сделали. Кривая линия. Заходим. Let's go. Что вам бросается в глаза? Нет геометрии в потолке. Просевшие крыши. Ну тут все окна заставлены, поэтому все темнота. Здесь мы видим красивую люстру. Кухня была бы такая. Тут тоже просевшие деревяшки. Не геометрические, просто стоят. И в некотором случае просто свисают. А вот, как же, видите, картон. Он сидит на стену. Ну да, вот на... Все стуки видно. Это все надо перешпаклевывать. Я не знаю, как они могли так заклеить? Видно, что женщина не персонал, а с дедушкой 89-летним. Пытались это все делать сами. Это лаундри. Я, конечно, респект и уважуху, но от этого никому не лезь. Вот этой штуке она очень ценит. Сказал, что ей больше 100 лет. И она ее оставила. Единственное, что плюс, это коммуникации. Да, вот тут все новое проведено, коммуникации. Воду провели, электричество провели. Прошел инспекцию. Все хорошо. Кафель вам как-то положил, видишь, как не встык полностью. А вообще кафель... Это кафель? Да. Я бы его поменял на плитку, если честно, если бы я делал. Чтобы уже сделать такой дорогой вид. Зайдем в мастер-комнату. Вот как она выглядит. Такая большая. С такими большими окошками. Клозет для мужчины, клозет для женщины. Какой-то там столик сюда поставить письменный. Потолки большие, но они склеены очень плохо. Их надо зачесывать. Они неправильно склеены. Они должны по технологии в шахматном порядке клеиться. И стык-стык везде идут. И они будут трескаться, да? То есть их надо ложить полностью всю сетку и полностью все прошпакать. Клево. О, и вот тут красота стоит. Насчет этого они не промахнулись. Всеми любимая ванна старинная, викторианская. Шаур большой. Правда, стены как-то непонятно. Да, без геометрии. Геометрии нет вообще. У них типа здесь слент, спуск стены. Под крышей идет. Здесь туалет будет спрятан. Унитаз. Но это еще не проблема. Самая большая проблема. Ну, это... Это... Сейчас мы пойдем наверх. Кстати, вот эта комнатка... Ее можно превратить в комнату, закрыть. А можно такую гостиную, знаете? И вот здесь дверь еще одна открывается в переднюю часть дома. И тут они сделали тоже кривой потолок. И видно вот эти все... Ну, вот эти формы. Гипсокартон, да. Как он заклеен. Очень непонятно. Ну, они, наверное, видно самоучки и пытались сделать сэкономию. Окей, let's go upstairs. Can we still see upstairs? Yeah. Thank you. Так, и здесь. Видите, тут я стою ровно, но вот это... Склон идет сразу. Рассел на эту часть. Вот тут... Крыша, скорее всего, была. Да, крыша валила. С крыши валила, вот прям мы видим все. Валом. Во, skylight. Красиво. Вот это красиво они сделали. Правда, тут все текло, видишь, как сильно. Да, да, крыша текла. Вот здесь мы смотрим. Если поставить баскетбольный мяч, он сюда прикатится и остановится здесь. И так же самое, отсюда. Гдут прям горка такая. Хоть и на санках спускайся. Показать, вот так вот эту доску положим. Вот так вот эту доску положим. Ой-ой-ой. Появится в сантиметрах 4 перепада. Еще не факт доска. А здесь вообще красивенько такое. Вид с горы видно. Есть город на ладони. Завод перерабатывающий фермерский. Здесь офисик можно сделать. Очень плохо, если они здесь не положили утеплитель. Вот там. Тогда тут будет очень жалко. Я спрашиваю, я спрашиваю у них. То есть, если нет, это надо вскрывать. Яйцекартон и ложить утеплитель. Они, наверное, здесь тоже, да, плохо поставили? Ну, да. Это все надо перешпаклевывать, потому что дренажную сетку никто не у меня не ложит. Вид заседей. У них бассейн есть. Какие-то строители микс-танцы. Хотя дядька сказал, что... Я спросил, кто здесь живет? Он сказал, все белые люди. О, прикольно. У нас вау-бурнею такая есть штука. Старинная. И вот еще последняя комнатка. Тоже солнечная. Смотрят на дворик. Дворик и гаражик. Крыша новая. Все новые окна. Да, вот это большой плюс. Все новые окна, все новая крыша, все новые трубы, электричество. Все абсолютно новое. Это прям плюс. Но кондиционера еще нет. Тут надо провести сплит-систему. Ну, как-то вывести ее надо. Да, тут надо все это будет. Немножко тут труда где-то на месяца три. Вот реально вижу. Быстро тут не получится. Вы в этой комнате уже были? Нет, не были. Здесь санузел еще. А. Да, вот еще третья комната. Наверху три комнаты, ванна. А, не ванна, а душ. Душ и туалет. То есть тут еще все полы надо все переделывать. Половина гипсокартона не влагостойкого. Это очень плохо для санузла. То есть хотя бы... А плитка пройдет, да, мимо плитки? То есть тут, как бы, сантехника более-менее все по уму сделано. Более-менее. То есть сантехнику хорошая, они скорее всего кого-то нанимают. Да, наверное. А вот гипсокартон не очень. То есть сантехника, как вы говорите? Плумбинг из-за профессионалов, да? Да. Плумбинг из-за электричества. Это все сделано сантехниками. Моя контракт. Плумбинг из-за профессионалов. Какая красота. И там, если заглянуть, они построили беседку. И розы здесь растут. Благодатная благодать. По цифрам немножко. Они пытались продать его за 320 тысяч. Не смогли. Позвонили мне. 225 хотят. И теперь мы взвешиваем. Ну вот нам... Торщит, да? Их надо будет взбивать между собой. Где-то просто менять. Трим надо вообще вот здесь зачесывать и перекрашивать. Да, там все перекрашивать. Как трим по-русски? Ну вот эти вот. Тримы. Вот эти вот красота вот эта. О, интересно, откуда вот это? Этот пиллер. Столб, наверное, здесь стоял, что ли? Да, стоп, скорее всего, здесь стоял. Там один, наверное, сгнил где-то. Его поменяли. Потому что там есть один более-менее новый столб. И вот убитый гараж переполнен. Там всякое старинное дерево. Тримы вот эти вот. Наличники, наличники. Трим. Да-да. Вспомнил слово. И вот, вот такое. Тут две территории. А? А, блуда. Блуда. Раньше здесь было две разные property. Можно ее разделить и поставить здесь дома и продать отдельно. Единственное, что еще плюс, кроме всего прочего, фундамент нигде не треснешь. Это плюс. Это плюс. Может, он новый? Нет, он не новый. Скорее всего, просто там в середине, вот там, где провалилось, то просто его нет. Просто столько него, что не упиралось. Там лага сгнила и туда все ушло. Там это надо будет снизу разбирать пол, потом крашивать и все сделать. А, да, кстати, надо вниз залезть, изнутри залазишь вниз. Вот этот space. Вода, интересно, вода идет? Течет ли? Нет, должна идти, потому что везде за утром стоят. Нет, есть. Нет, нет. Отключено. Отключено с города. В общем, 225 тысяч. Они предполагают, мы можем вложить 50-ку и продать его за 4 тысячи. За 380. Они за соседский дом продался за 480, сказали здесь. Я думаю, это фантастика. И я думаю, надо вложить больше, чем 50. Если нанимать людей. Нет, то, что нанимать, это полгода. Тут 3-4 месяца. Сидеть надо? Да, тут месяцем не пахнет, тут временно. Тут надо прям жить и каждый день. Нет, тут можно будет жить, да, все это делать, но тут как бы надо все переделать. То, что они натворили, эти потолки. Если вы не делали, то это все надо будет просматривать. Вот эти шпаклевки, все заново. К сожалению, да. Короче, если вы не профессионал, не делайте ничего сами. Потому что дороже потом вот будет. Да. В общем, вот. Это город Biggs. Я вам карту скину, если интересно, можете проанализировать эту сделку. Ну, мотивированный человек, потому что они пытались ее уже 4 года держать. Все это делали, делали, делали. Я говорю, а что вы? Он сказал, все, мы вышли из power, no more gas, они сказали. Закончился бензин. Ну, энергия и мотивация, все на свете. Они еще торчат деньги, кому-то они взяли личный частный займ. Она вроде 100 тысяч взяла, чтобы купить. Купила за 100 штук. Мы еще думаем торговаться. В общем, все. Welcome to такое маленькое село. И вот такая вся Америка в таких домиках. Хотя не все. Не, у вас в Сакраменто... Сакраменто... Просто это старый дом, это 800-ая улица, 800-ые годы. Да, да, ну... Ну, хотя вот это более новый дом. Не, вот это да, все новые дома. Фокус-камеры где-то. Единственный еще плюс, кроме всего прочего, что здесь живет явно богатый человек напротив. Да, достаточно. Какой-то фермер, какой-то владелец раньше. Да, у него и хороший дом, хорошая беседка, есть бассейн. Да, да. Ну, мы сейчас проедем по городу. Тут разные улицы есть сильные, такие продвинутые, слабенькие. Но в итоге мы увидели картину, и вы тоже увидели. Проанализируйте, что вы считаете нужным, ненужным. Прыгать сюда, не прыгать. Бежать на все четыре стороны. Или воспользоваться моментом. В основном все почти сделки, которые я прошел мимо, через два года я жалел, что я прошел мимо. Ну, из-за того, что надо учитывать инфляцию, все поднялось в цене. Но мы не знаем, что ждет будущее, поэтому сейчас либо надо бежать, либо никто не знает. Ну, в общем, зазор есть. Я зазор чувствую, что 100 штук хотя бы есть. И вот эти 100 штук надо вложить в работу, в ремонт и заработать половину этого зазора. Можно, я думаю. Все. Отключаемся. Спасибо, Саня, за фидбэк. И добро пожаловать в Калифорнию. И убитые дома в Калифорнии. Я вижу склон такой. Нет, нет, тут геометрия, да, чуть-чуть. И вот эта крыша, то, что мне здесь сделали, вот это они сэкономили. То есть тут не декоративная она. То есть тут дешевле, например. И, ну, плюс есть то, что дом на углу неходит. Да, это вид такой. Цениться. Такой 3D и сразу со всех сторон красота. Да, и большой участок еще. Да.